Всем привет, с вами Андрей Броскей и мы продолжаем играть в God of War на PS4. А вот только наверное на лодку прыгать не стоило, как-то я сглупил. Карта, help me. Хочу выполнить дополнительно вот это задание, просьба гнома, клад Фафнира, но что-то снова у меня. Какая-то заминка с этим заданием. Это что такое? Отец, я должен признаться, эти голоса в голове, ну, это не впервые. Когда мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала. Я просто чувствовала то, что чувствовала она. Ее страх. Если повторится, скажешь мне. Ясно? Обещаю. Интересно, почему он слышит голоса. Но я уверен, у него какая-то есть способность. Он на сто процентов не обычный ребенок. Показалось, что тут преграда, а это вот мост. Я думаю, что в Мидгард немного рановато. Давайте просто осмотрим эту комнату. Вот это не дверь? Нет. И снова возвращаясь к нашим целям и к дополнительным заданиям. Непонятно. Вот что Мир Огня не выполнен. Что Клатфа Фафнира. Помогите Синдри найти Тачила Фафнира. Интересное задание. Мне просто хочется помочь этому гному. И вот его, кстати, описание. Синдри сказал, что гном Фафнир прославился своей коллекцией краденых сокровищ. Хранилище, набитое драгоценностями. Наверное, на это стоит посмотреть. А еще Синдри попросил нас найти какое-то особое Тачила из Нифельхейма. Надеюсь, никто не забрался туда раньше нас. Мы сейчас где находимся? А, это Альфхейм. Все, друзья. Вот теперь все становится на свои места. Теперь точно нам более нет смысла тут задерживаться. Отправляемся. Ага, надо обойти. Вот, Нифельхейм. Почему мир закрыт? У вас нет руны? Странствий для входа в этот мир. О, нет. Жалко. Тут Альфмир, кстати. Гляньте, Ванахейм. Один закрыл пароход в этот мир. И руна Странствий не сработает. Прикольно. Тогда остается... Тут медбашня для доступа. А разве я не в Альфхиме нахожусь? Нам нужно просто треугольник было нажать и вернуться в Митберт. Если они будут в одном и том же месте, можно сойти с ума. Мы путешествуем, не делая ни шага. Переходы достаточно эффектно сделаны, но на самом деле... Вот эти листья мне очень нравятся. А на самом деле это просто подгрузка получается. Так завуалированно. Вернитесь к Гори. Следующее наше задание. Можно даже ускориться. Слышны удары на ковальне. В смысле, а на ковальне? Были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Ты позволил этому блюдку прикоснуться к топору? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так бац и как ничего не было. И меня чуть за собой не утянул. Ну что, он все испортил, да? Скорее наоборот. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера. А уж этого у меня всегда было. Хоть отбавляй. Что ты сделал? Получено знак гномов плюс один. Это круто. Так лучше. Мне нравится то, что вот эти два брата между собой соревнуются и получаются постоянно улучшают топор. Потерянные предметы. Вы потеряли предметы и оставив их на поле боя. Вызовите меню потерянных предметов, нажав кнопку вправ. Интересно, а это что-то такое? А, вот они, потерянные предметы. Чары. Чары. Начертанная эмблема дерзости. Начертанная эмблема дерзости. Восстановление 2. Третьего уровня она. Восстановление защитника. Умеренный шанс получить благословение. Восстановление при успешном блоке. Нажмите квадрат, чтобы вернуть все. Мне нужно это вернуть? Давайте. И куда они вернулись? И как я их вообще потерял? Что-то не до конца пока что. Понятно. Ну, давайте посмотрим, что тут есть новая. Нагрудная броня. Кираса защитника. В основном защиту. Интересная броня. Но она закрывает мощный торс Кратоса, который там прям вот во всех частях. Нельзя было его спрятать. И тут они предлагают это сделать. Та не надо. Тут как это не Кратос, когда он в одежде. Еще у нас есть металлические наплечники. Тоже очень интересно, что плюс 10 сила. Только вот минус 8 руны. Защита плюс 2 и минус 4 живучесть. Не хочу, наверное, ничего пока что менять. Кстати, вот эти вот тоже. Но это более старые туники. Давайте, наверное, просто прокачаем то, что установлено сейчас. А, не могу. Есть вот чешуйчатые рунные бармы. Тоже что-то такое необычное. Но мне не нравится то, что сила падает. Я и так ее уже скинул. Куда ж еще больше. Рунный воинский пояс. Нет, наверное, нет. А вот, кстати, пояс из кабанией шкуры можно и улучшить. Мы перегем. Новые чары можно купить, но на них не хватает. А, это даже не купить, а создать. Пардон. На них не хватает у нас зачарованный порошок. И в обоих случаях. Ладно, ставим это на потом. Стоп, коготь. Ищешь чего, пацан? Вот. Колчан можно улучшить. Что будет ускорение восстановления стрелков. Шик. Давно пора было это улучшение приобрести. И талисман можно качнуть. Защита и живучесть у нас поднимаются. Улучшаем. А я тут улучшил вообще талисман. По-моему, я немного поторопился. Или нет, нет. Все, все норм. Только вот теперь не хватает ни серебра, ни пыли миров. Броня для рук. Ну, такое. Броня для бедер. Кстати, вот эта броня вроде как ничего. Смотрим дальше. Броня треер. Появилось несколько новых у него одеяний, но они недоступны, потому как у меня не хватает на них ресурсов. Так, Левиафан, кстати. Замерзшего пламени нет, так что уложить там еще было. Больше ничего не получится. Отправляемся дальше в путь. В этом мире у нас доп. задание. Или нет. Оно вообще отмечено на карте. Вот эти вот деревца. Что такое мистические врата. Лавка. Брока. А мы находим... А, мы как раз тут и находимся, ё-моё. Мне, наверное, нужно просто зайти в мистические врата, чтобы начать выполнять дополнительное задание. Давайте попробуем это сделать. Что первое, когда допы я начал выполнять, когда особо я не уделю внимание тому, как они начались. И... Теперь вот немного мне непонятно. Так. Что это такое? Или это мы просто можем... Переместиться. А, ну да, это, друзья, перемещение. Ага. А вот и доп. задание. Клад Фафнира. Пройдите в хранилище Фафнира. Это как раз в этом мире получается. Оп-стоп. А может быть через врата можно туда... Чтоб мы... Долго на лодочке не плыли. Так и можно будет еще загнутиться 150 раз, как это я люблю. Нет, переместиться туда никак. Ну, тогда только на лодке. Ты помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию? Или побродим? Решай. Мы побродим. Прикольно спросить. Туда мы 100% успеем. Интересно действительно осмотреть и выполнить... Осмотреть Ниро и выполнить Доп. задание. Единственное, что вклад в этого Фафнира... Вот так мы сможем проплыть здесь? Или нужны... Нужны быстрые перемещения? Пока что непонятно. Причал. Забытые пещеры. Ладно. Плывем, а там видим. На карте... Если ориентироваться по карте, то нам в эту сторону. Другие не знают. Не по карте, а по коем. Есть история про лесоруба. Он попросил у лесных деревьев ветку для топорища. Деревья, чтобы сохранить свои ветви, дали ему молодой деревце. Лесоруб сделал топор. А когда вернулся, то срубил самые старые деревья в лесу. То, что деревья старые, не значит, что умные. А враг Фафнира... Правильно, мне кажется, плывем. Здесь можно высадить. Заинтересовал его сразу. Трупа не будет мешать. Кровища разных миров. А Фафнир бывал в Альфейне? Я не знаю. Тебе что, не интересно? Мне интересно. Мы идем в это хранилище, чтобы взять что-нибудь полезное для дела. А не чтобы узнать побольше о гноме. Но, на самом деле, я двигаю туда, чтобы и агномы узнать, не только собрать полезное. Вот эти вот противоречия между Кратосом. Но Кратос, как бы, больше сосредоточен на деле. Катрый такой мечтатель. Ну, как и положено, ребенку. Катрый такой мечтатель. А, это активируемый братар. Теперь у нас, получается, есть сюда возможность быстро перенеститься. Но на текущий момент делать это мечтать. Нашли что-нибудь на складе Фафнера? Например, точильный камень? Нет, точильный камень пока что мы не нашли. Вот как раз этим и занимаемся делом. Вот так вот. Продолжение следует... 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 предчувствие не просто так у него сто процентов он может предсказывать будущее так в параметрах друзья на те что нужно сделать это я еще вчера хотел нужно нужно увеличить яркость наверное пунктов так на 10 ухты ухты какая мельмиха окружили а берегусь берегусь предчувствие обманула такая вот не радуйся раньше времени действительно дельный совет что мы можем тут превратить еще в ошметки получен еще один камень фафнира эти хотел отметить что вроде бы врагов немного а бой очень напряженный всего лишь два получается было противника и еле еле победа а в этот раз я был готов вижу то есть радоваться прежде времени нельзя надо готовиться к таки да это надо уметь всегда ожидать худшего не надеяться на хорошее и всегда быть готовым к атаке главное не надеяться что за этой дверью а а в в камень в да чего а м а а а а а а ух ты я ж нажал это что конец я ж нажал блок вы видели вообще как как кратос тут быстро помирает один один неверный шаг и тихие дрова жизнь там было сто процентов да я же слежу и ты слеги стреляешь там а 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 мид船 на ровно месте гибель 2 укуса и кратос помер а а угру он засунул руку в пасти ничего не произошло тут какой-то волк не дает мне жизни да мне нужен целебный камень дай мне этот целебный камень до куда эти отставать дрова надо кстати купить камеру камень воскрешения у кузнецов да ну блин да помоги конечно уже давно пора помочь отцу если волк забыл значит он готовится к сильной атаке вот это вот хороший совет как раз вовремя когда мы сражаемся волков да ну и что ты бьешь кратер вот же он перед тобою а Взлети за ними! Это все. Точильного камня нет. И остался всего один зал. Знаю, надеяться нельзя, но... Может, мы его все-таки найдем? Нет. Знаю, надеяться нельзя. Нормально, папа научился. Еще один входной камень Фафнира и... Последний зал, как сказал Атрей. Я надеюсь, что мы его все же найдем. Затяжная получилась битва с этими волками. Они быстро умирают, но точно так же быстро умирает и Кратос. Игра действительно стала походить чем-то на Дарк Соулс. С одного удара там практически тебя ложат. Ну, сдуй. Вот. Но экшен здесь поярче, конечно. Ага. Не хочется мне в центр как-то заходить. Чувствую... Чувствую, будет тут сейчас разборочка. Мощный ледяной луч, замедляющий всех застегнутых врасплох. Интересно. У меня установлена ярость ледяного тролля. Ее никак я не прокачал. Давайте попробуем, наверное, гнев этот. А ну-ка. Гней и нейстых древних. Вот так вот он называется. Хочется, конечно, найти какую-нибудь... Какую-нибудь ироническую атаку, чтобы она улучшила сразу все показатели. А то тут получается всегда 2 вперед, 1-1-0. Короче, вот так вот. Давайте, давайте, что мы сделаем. Выберем новую. Хочу попробовать. Вот. Установили. И... Какие там пользоваться? Какая кнопка? Удерживайте L1 и R1. Окей. Проверим, что к чему. Жизнь у нас на 100%. Пришел помочиться на мой труп, неблагодарный. Кто вы такие? Поговорите с духом разбойника. Мы ищем точильный камень. Ты не видел? А, был в этом зале один. Мой сын наточил на нем кинжал, которым потом вернул меня в спину. Что? Этот ублюдок думал, что пора ему стать капитаном. Да, я его не баловал. Чему тут удивляться? В его возрасте я так же поступил со своим отцом. Он убил своего отца? Где он теперь? Он хоть и ублюдок, но он мой ублюдок. И помогать вам я не стану. Значит, поможет кинжал. Эй! Он мой! Эй! Идем, сын. Нам пора. Главное, чтобы этот кинжал потом спил им. Позовись! Мне не закинут, а трейд. Давай, давай, Кратос! Отходим! Отходим! Да я сама осторожность. Блин. 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 Время умирать. Блин. 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 Что-то я ожидал, честно говоря, большего эффекта. Давай, давай, давай Да ну что ж ты делаешь, Кратос Ухожу, ухожу, стреляй в него Там отвалились от него куски Да зачем ты в меня стреляешь? Стреляй в противника Где-то они тут валяются на земле, их плохо видно совсем Что-то лесной древний не помирает от нашей ярости А вот эти вот куски, которые от него отлетают Вот я только что хотел подобрать Слишком, слишком близко они К нему падают и Тяжело их просто забросить обратно Да блин, теперь он совсем А свирепел Кратос, беги, беги Ну Это победа Фух, тяжелый, тяжелый был бой Прям на грани Колдовская печать, стойкость И редкий предмет, чары Повышение сопротивления Отравлению на 20% Суммируется до 60% Ну Пока что Особо меня тут никто не травил Так что Нет смысла Заморачиваться Куда нам дальше двигать? Ага, вот в этом направлении 100 метров Пробежать И мы наверное Узнаем уже чем закончится Эта история Повнила Продолжение следует... Точильного камня нет Его забрал хозяин этого кинжала Все самое хорошее унесли О, ну Возьмите это В обмен на кинжал И что мы получили Это редкий предмет Талисман Кинжал, который вы принесли Очень интересный Вроде неказистый Но сделан качественно В какой части храма Вы его нашли? В спине разбойника Он вроде был Из какого-то большого клана Может камень у них? Возможно Такой стиль я уже видел Примените во время Прицеливания Это талисман Который я нашел Чтобы замедлить время В этом режиме Повышается эффективность Атак В дальнем бою Вот это вот Кстати Очень круто Давно Давно я хотел Чтобы время Замедлялось Буквально в первом Видео я об этом Сказал Что когда ты Кидаешь топор Очень бы было здорово Если бы Замедлялся Замедлялось Время Как раз в этот момент И вот у нас Такая возможность Теперь Появится Единственное Что немножко Потеряем И в защите И в живучести Но зато Восстановление Плюс 4 И примените Во время прицеливания Чтобы замедлили Время В этом режиме Повышается эффективность А так В дальнем бою Давайте Давайте Делаем это В смысле Не делаем А устанавливаем Этот талисман И явно Нам будет Полегче Теперь Прицеливаться Что ж Продолжаем Может быть Немного И навыков Еще прокачать Что у нас Тут по опыту А опыт У нас Есть Выполняю Уклонение Удерживатель Левой Аналог Отклоненным Вперед И нажмите R1 Чтобы нанести Быстрый удар Топором Так А дальний бой Серия С точным броском Теперь сопровождается Мощным взрывом При попадании В цель Давайте Качаем Тут у нас же время Теперь будет замедляться Так теперь мы еще Когда будем Закидывать топор Он будет Взрываться Прицелитесь И удерживайте R1 Чтобы выбрать Три цели На теле Одного противника Или трех Разных Врагов Оуу Это здорово Это мне нравится Слушайте А ну ка а ну ка ну ка ну ка так так подождите прицельтесь и удерживать r1 чтобы выбрать три цели на теле одного противника или трех разных врагов да давайте покупаем круто отрея можно там немножко кочнуть нету отрея все на максимум что у нас тут со счетом интересно поставить блок последнее мгновение нажмите r1 чтобы перейти в контратаку и ударить противника кромкой щита еще есть и поставил блок последнее мгновение нажмите r2 чтобы перейти в контратаку и силой ударить противника щитом ну наверное лучше первую строчку так вот заполнить а потом вниз уже опускаться сражаясь голыми руками удерживать r1 чтобы сбить врагов с ног и нанести им умеренный урон от оглушения кстати вот этого не хватало точно качаем я уже несколько раз когда топор запускал допустим что-то заморозить или заморозить противника хотелось чтобы какой-то был мощный удар руками и теперь он есть ловкий удар выполняю уклонение в рукопашной удерживайте левые аналог отклоненным вперед и нажмите r1 чтобы провести быструю атаку давайте почему я раз на бой тоже кстати нужно улучшать потому как этот крутой эффект крутая способность кратаса но сейчас мало ударов тут у нас вот этот яростный удар когда мы удерживали r1 в яростном бою и теперь его еще можно будет дальше качнять продолжайте нажимать r1 после яростного удара чтобы серию ударов вот это вот наверно стоит это все стоит на самом деле все стоит прокачать и так значит поставили мы талисман замедление времени и наверное можно видеть дальше лучше мы ничего не можем или что-то можем а ну-ка талисман новый талисман который мы установили мы его можем и улучшить по вы повысив тем самым защиту и восстановление да и кстати в прошлом видео в одном из прошлых видео я задавался вопросом что это за точки возле вот видите в ромбике ну нас двойка уровень 2 написано а внизу идут такие точки так вот эта возможность прокачать этот талисман его можно улучшить четыре раза получается сейчас он улучшение второго уровня у него то есть вот вот такая вот история теперь становится все ясно и понятно задание с талисманом выполнена и мне очень хочется выполнить просьбу которая называется мир огня откройте мир муспель хейма но мы еще не можем это сделать так что продолжаем двигаться по сюжету обязательно потом вернемся к этому заданию а я я я я знаете что я не сделал я же не купил камень восстановления думаю смотрю вот вправо нижний угол там на стрелы отрея который искал количество и вообще то есть их эффект думаю что это за пустой внизу у нас такой прямоугольничек а это же это же как раз местечко для камня воскрешения простой камень 1000 чувствую приобрести жалко что один всего может отрой камень такой носить хотелось бы чтоб все же количество таких камней у него было побольше вороны одина Убиты. Количество одной штуки в этой локации. Нужно немного подлатать на здоровье. Ой, блин. У меня же нет теперь. У меня же нет теперь в лечилке. Была команда L1 плюс кружок, а теперь она поменялась до замедления. Ладно. Я думаю, просто найдем кристалл восстановления здоровья где-то по пути, и все будет окей. А еще короткие полезные истории. Хорошо. Однажды Скорпион захотел переплыть через реку. Зачем? Если станешь перебивать, я замолчу. Ладно, ладно. Скорпион обратился за помощью к Жабе. Он сказал Жабе, что вознаградит ее, если она перевезет его у себя на спине. Жаба испугалась, что Скорпион ее ужалит. Скорпион заверил, что не станет жалить ее, потому что тогда они утонут оба. Жаба согласилась, но на середине реки Скорпион ее ужалил. Жаба была смертельно ранена. Они оба ушли на дно и погибли. Печально. Зачем Скорпион так сделал? Скорпион причиняет вред. Такова его натура. А, мама именно так говорила про богов. Твоя мать всегда говорила правду. Хватит историй. Кто была его, мама, мне очень интересно. Вот он так и постоянно о ней, что Катас положительно отзывается, что Атрей в восторге и любопытно узнать, кто же она и почему она попросила, чтобы они выполнили вот эту его просьбу. Точнее, ее просьбу отнести ее на гору. Зачем это нужно делать? В общем, интрига сохраняется на протяжении всего путешествия. Тут вообще, что это, что делает этот в рычаг? Ах, мы поднимаемся наверх таким образом. Если ты не подуешь, и я не буду. Все, я вспомнил. Тут у них беседа начинается о том, что нужно... Насчет того, что нужно дунуть в рог. Мы уже видели эту статую Торы, когда уплыли из пещеры Видни. И где пещера? Ой, блин, бедная чайка. Перекутал я с вороном. Хорошо. Почти. Предугадал я траекторию полета, но вот не рассчитал с высотой броска. Хочу забить этого ворона, ну. Тут совсем... Ну, далеко, далеко он находится. Блин, ну можно же попасть. Ладно. Это можно долго тут закидывать. Да, конечно, помоги. Блин, а он тут-то не один. КОМИНТИ ЕЩИРЯТВЫ КОМИНТИЕ КОМИНТИЕ УДАК! ТОК, КОМИНТИЕ! КОМИНТИЕ у нас сильные враги это сто процентов рыбой подкрепиться нельзя только кристаллами мы восстанавливаем здоровье вот-вот он как раз кристальчик тебе не тебе тебя мне не хватало как раз вернитесь горе да я не против это в каком направлении двигаться нужно так не научился читать эти шесты покрывает магия ведьмы это сбережет нам время я не могу прочитать можешь прочитать но так бы сразу сказал 6 вот эти покрывают магия ведьмы здорово здорово действительно это сбережет на время согласен только если я буду конечно двигаться в правильном направлении а я буду двигаться в правильном направлении если компас будет правильное направление указывать так а сюда мы можем поставить кристалл теперь осталось его только конечно же найти и проблем проблем не будет почитаем о том что написано реально лазанье вот это похоже очень на лазанье которое было в uncharted единственное что он помедленнее двигается кратос я смотрю эти блоки до нашего кузнеца не забудут совсем да я же нажал я нажимаю уклонение что ты делаешь как жестко по три паре ну хоть восстановили здоровье а тут что у нас нового ничего не расскажет не расскажет что за звук что это было куда этот лифт у нас отвезет а он отвезет нас наверх слушайте тут можно так только назад он зайти не может мы можем как бы бежать туда я вот не помню все ли я прошлый раз тут собрал или просто заехать наверх таким временем гляди в оба сын сэкономить время да 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 я вспомнил тут у нас тут у нас остались сундуки но получить вскрытие сейчас не могу как я сказала трейнер инструмент нужен получше так сколько можно стреляю него с волками тоже интересно придумали это реально тот противник который вот в лесах может и должен быть отец можно можно мне ее понести нет я сказал нет ладно ладно дорисовалась только что он миллион объектов не очень это здорово вы как думаешь кто это выточил ты знаешь больше меня спасибо из отражения снаружи знаете ошибка может стоить времени тоже реальный трабл посмотрите там просто в этих лужицах там чисто пиксели то есть вроде как отражение какое-то есть но она настолько пикселизировано что разглядеть что-то нереально просто лучше бы там вообще ничего не было видимо не хватает даже мощности и был слишком много черное дыхание что делать проверим слова ведьмы проверим слова ведьмы проверим слова ведьмы работе не собрала идем закончим дело круто круто очень плево музыка эффекты красота не прекращает удивлять игруха я прям в восторге постоянно надеюсь и вы тоже друзья если это так ставьте пальцы вверх интересно кто музыку писал потому что композиции тоже зачетную нужно будет закончить закончить этот эпизод обязательно глянуть дальше дорога завалена перелезем поднимитесь на гору ага вот здесь мы будем по всей видимости перелазить и отсюда нужно прыгнуть поднимать и 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 перся уже совсем не туда но нет норм так вот эту дверь до скрывать не помню история великане с головой оленей то сам ты блин оленя есть чашу с песком что тут сказано не куст с корнем вросшим не пленник в цепях не зверь в хомуте не знают и что это значит наверно нужен второй такой кристалл кому я конечно переставлю дума может ничего не поменяет но так оно и получилось ага есть вот такой рычаг если его нажать точнее вы ничего его нужно не нажимать его нужно тянуть нужно открыть и закрыть и нужно его бросить да надо найти кристалл сто процентов будь готов всегда вот я на самом деле был особо то и не готов не слушаю советов кратаса он дельный дает обновился у нас бестиарий тут новый совет по поводу драугров драугр быстрый в этих быстрых врагов очень трудно попасть папе надо подождать пока они бросятся к нему и парировать их атаки как-то так я и стараюсь делать не всегда просто это получается что смола пещере странно очень странно очень странно потому что непонятно как нам дальше это пробовать как он туда попал кристалл и как нам его забрать давайте наверно пусть здорово тут было что-то важное для великанов они будут у нас ну да вроде правильно все без толку хотел да стой на полу это бессмысленно чего-то не хватает вот чего не хватает вот этого узора символов руны я могу прочесть читай это ответ свобода а подходит что же давай фрелса что происходит откроется проход я кстати тоже думал что появится мост пройдите через темные пещеры на той стороне видимо когда мы пройдем через черные пещеры ждет нас какой-то приятный бонус вот в том сундуке который видим отсюда в этом факеле кристалл зажечь его зажечь так лучше да сто процентов спуститься чтоб подняться а а а а а а а а человек а небольшой, но он такой один. Есть еще факелы. Совсем темно. Ну вот, снова бьет вас. Бьет вас! Отец, берегись! Давай, все приказывай. Бьет вас! И куда мы попали? Там, давайте, Бестиарий обновлен. Посмотрим, что у нас тут пишут. Вельва-призывательница. Эти вельвы умеют призывать кошмаров. То ли создают их с помощью магии Сейдр, то ли просто достают из своих сумок. Интересно, сколько кошмаров может поместиться в такой маленькой сумке. Тут забежал я сюда немного дальше, чем вообще мне хотелось, потому как было непонятно на очередной развилке поднимать этот камень или там идти вверх по лестнице. И поэтому придется немного вернуться, осмотреться. И вернулись мы не зря. Так, здесь у нас прочная броня, повышающая восстановление. Это редкий предмет броня для рук. Что у нас тут? Восстановление плюс 4, защита плюс 7. Минус 3 сила, минус руны 3. Ну, даже можно, наверное, поменять. И выглядит здорово. И защита посерьезнее. Это третий уровень и еще два улучшения можно сделать. А тут у нас чародейские браслеты уже были прокачаны на максимум. Так что, я думаю, правильная замена. Что касается навыков. Есть у нас возможность что-то выучить? Есть. Это ближний бой. И это штормовый вихр. Выполняя уклонение, удерживайте левый аналог отклоненным вперед. И нажмите R1, чтобы нанести быстрый удар топором. Да, это неплохо. Я просто просматриваю еще раз те навыки, которые мы уже выучили, чтобы их использовать. Так, давайте купить. Давайте сразу посмотрим. Так, выполняя уклонение. Вот так вот. Но неплохо. Такая вот серия получается. Можно там несколько, я только что скомбинировал. Неплохо, неплохо. Что еще тут есть? Для изучения нажмите R2 во время бега, чтобы провести мощную атаку в прыжке. Обязательно. Этого тоже не хватало. У нас легкая атака есть. R1 удерживать. А теперь есть и... Ну, нажмите, нажимать в смысле R1. А теперь есть и R2. Круто. Что еще? Увеличение объема вечной международы получаем при каждом успешном ударе. Это классная штука. Тут вот это первая... Как она называется? Первая способность. А это ее получается улучшенная версия. Выполняю уклонение удерживать левый аналог. Отклоненным назад и нажмите R1, чтобы выполнить быстрый бросок бумеранга. Прикольно. Но не хватает, к сожалению, много очков. Выучим чуть-чуть позже. Попомнить бы здоровье на максимум. Где, куда ты смотришь? О, а это... А это несколько бедер с полезными вещичками. Только почему я бы не зацепил. Тут же у нас жертвоприношение богам, которые мы присвоим себе. А, ну, красавец-то бог. Так что все сходится. Где ты там что-то увидел? В следующий раз показывай. А, а вот он смотрит в том направлении. Так, Атрей, это трупаки. Пусть они тебя не смущают. Они тут на каждом шагу. На ту сторону перепрыгнуть никак. Да, что-то... Что-то никак пока что. Туда не перебраться. Что-то... Туда не перебраться. Ты смирно выглядишь. Эй, еще один кристалл. Где он что? да я его просто увидел так и тут у нас две руны вот одна внизу и 2 вверху ага вот они кровью на стене ну похоже на кровь bpr я назову вот так чтобы открыть этот сундук нужно просто пойти теперь правильно повернуть эти рунические символы отсюда закидывать так его конечно долго можно бросать если краток попадать я смотрю сын весь в отца этот слуха не может попасть а этот топором своим давайте вернемся к тем руническим символом которые поближе сначала их наверное активируем тут вроде как не на время просто скорее всего надо повернуть них как нужно и а вот первый открыт кстати был вставляем я забыл который как какой первый на я установил давай быстренько спрыгивать п это п я так и я назвал букву а что будет если тут вот еще дальше забежать чего-то на дальше какие-то проходы слушайте но снова у нас разделилась обновлен бестиаре давайте почитаем что у нас тут такое драугор парное оружие двумя клинками нежить становится вдвое опаснее такие драугры чаще обороняются чем нападают но спиной к ним лучше не поворачиваться их стоит убивать первыми запомню запомним эту запись это двери полу сгнившие выглядят очень здорово так но сбор архефактов чаши первые шести великаны которые жили на этой горе были великими мастерами даже эти чаще чаши настоящие произведения искусства каждый из них по-своему уникальны интересно сколько разных чаш мы сможем найти но судя по тому сколько кружочков в блокноте то 6 да и записано было что найдена одна из шести так что так что все становится ясно не знаю направо сюда или все же закончить с рунами историю при втором к прохождении конечно будет понятно чем первым заниматься допустим как здесь рунами или или просто сначала сбегать туда вот должен открыться по идее сундук получилось без проблем друзья это третий рог но до крови и максимальная запас ярости увеличен ух хорошо теперь мы получается два раза можем активировать гляньте это великан он кровью и начертил эти символы а потом вот отполз и здесь почил уже навечно да так и есть от рэй ты молодец ох ты блин откуда они взялись огонь передшись ох 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 вот это было круто три сразу три попадания что-то здесь по моему посвятилась нет нет ошибочка завалялась какое-то полезное какая-то полезная вещичка но оказалось что не так сюда нужно приволочь камень и тогда мы сможем прочитать эти фрески или что оно такое тоже это не фрески это какие-то ой а что это за канат а это быстро спуск понятно но кристалл я не видел вот этот отломать если он у него стреляет эффект эффекта 0 вроде как уже не первое местечко куда нам нужно тарбанить кристалл попадается для того чтобы прочесть эти символы начертаны на каменных плитах до мертвецов здесь навалом скажи что ты видишь ну это были люди не великаны да охотники за сокровищами видишь ловушки вижу нам повезло что они уже сработали радуйся что тут все мертвы статуя мы перебрались что это значит это дуротрот один из четырех оленей мирового древа он сторожит вход в йотунхейм пока великан эспер думаешь он еще там этого есть добавлена новая легенда олень дуротрот дуротрот олень что живет у мирового древа и сторожит врата йотунхейма из которых выходят великаны воистину это гора великанов не знаю а вот и я что что мы получили вырубленного серебра но но не на такую награду на самом деле я рассчитывал хотелось бы конечно пополнить жизнь а вот закинуть топор и почему мы не можем разломать смотри свиток этот язык я уже видел добавлена легенда змей мы не можем говорить о змее на его враждебность к а сам не вызывает сомнений пока он существует разрушение храма тюра остается невозможным однако из-за его присутствия этот храм полностью погрузился в озеро 9 врезут в результате наша цель ограничить путешествие между мирами все равно остается достигнутой хранитель ворона ли остро я уже запомнил абракадабра авары как как там блин из гарри поттера абракадабра это из моего детства а там ну чё-нибудь нет нет немножко конечно рубленого серебра но я все же все еще попытки найти найти кристаллы восстанавливающие здоровье мы обошли наконец-то обошли вот эти вот вот эту смолу это корни какого-то дерева величественного в смоле здесь тоже нам нужно будет установить кристалл если мы хотим узнать что написано на этой плите двигаться можно только в этом направлении друзья в следующем видео продолжим всем огромное спасибо за просмотр и ставьте лайки пока